Всем привет, меня зовут Диана, и сегодня я хочу вам показать историю моей конной жизни. Как вы поняли, это будет видео Draw My Equestrian Life. Сразу говорю, что рисую я не очень, поэтому строго не судите. Добро пожаловать! Любовь к лошадям у меня была с рождения. С детства я постоянно каталась на лошадках в парках и просто не знала жизни без них. В 6 лет у меня была первая полноценная тренировка, как сейчас помню. Это был высокий рыжий конь, но очень добрый. С ним я пробовала первую рысь и я пробовала навыки управления лошадью. Именно с этой тренировки я считаю начало моей конной жизни. Дальше я иногда ездила в другие гонные клубы и тоже там тренировалась, но часто я это делать не могла. Дело в том, что тренировки в моем городе тогда были очень дорогие, и мои родители не могли их оплачивать. Поэтому я безумно радовалась, когда мне удавалось потренироваться где-нибудь. Однажды жизнь свела мне в таким местом, как в Дюшор. Это спортивно-детская юношеская школа Олимпийского резерва. Тут вырастают настоящие спортсмены. Здесь было очень много лошадей, манежев и тренировок. Преимущество было то, что помимо тренировки мне разрешали почистить и иногда поседлать лошадь. А это то, о чем я всегда мечтала. Я познакомилась тут с очень крутыми людьми и первый раз упала с лошади, но по своей вине. Я безумно сильно хотела здесь заниматься. Тем более, как я узнала потом, тренировки здесь были бесплатными. Нужно было только платить за корм для лошади, на которой ездишь. Но это место было довольно далеко от моего дома, и отвозить меня сюда никто не хотел. Вот так очень просто все твои надежды умирают. Но на этом я не остановилась. Я начала копить деньги на тренировки. И вот я занимаюсь в конном клубе Феррари. Тренировки там проходили на территории парка, поэтому о том, чтобы самостоятельно собрать лошадь, можно было только мечтать. Но я полюбила этот клуб за одну лошадь. Это была пехая невысокая кобыла по кличке Индиана. И это была первая лошадь, которую я по-настоящему полюбила. С ней я провела около полугода, и все время проведенное с ней было бесценно. На ней, кстати, попробовала первый голуб. Все было бы хорошо, но я переехала в другой город, и о ней мне пришлось забыть. Когда я приехала в родной город и пошла в этот конный клуб, мне сказали, что Индиану продали. Я думаю, вы понимаете, каково мне было. Я очень долго скучала по ней, и даже сейчас временами вспоминаю ее. Но время двигалось дальше, и в новом городе мне было не до тренировок. Два раза я ездила в конный лагерь с Аней Валой, где пробовала навыки конкура. И вот однажды мне пришла идея попробовать себя как волонтера, то есть махать на конюшни и за это тренироваться. Я начала писать многим конным клубам, но половина из них мне отказывали, а половина просто игнорировали. Когда я уже совсем потеряла надежду, мне пришло сообщение от конюшни с согласием на волонтерство. И это был конный клуб «Восход». С тех пор моя жизнь кардинально изменилась. Каждый день я училась чему-то новому, постоянно проводила время с лошадьми. Не всегда все получалось, но я не останавливалась. Здесь я познакомилась с безумно крутыми людьми, которых очень люблю. Побывала на конном квесте, где наша команда заняла второе место. Здесь я стала по-настоящему счастливой. Уже два года я тут и благодаря тем людям, которые приняли меня сюда, учили всему новому, поддерживали. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что это лучший конный клуб, в котором я когда-либо была. Это далеко не конец моей истории. Дальше будет больше. Сейчас я вам хочу сказать то, что вы уже, наверное, слышали не один раз. Идите за своей мечтой маленькими шажочками, но не останавливайтесь. Достигайте своих целей, но не обращайте внимания на мнение других. Какая разница, что подумают другие, это ваша жизнь. У вас все получится, я вас верю. Субтитры сделал DimaTorzok